Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Здоровье души и тела» на телеканале «Спас». И я ее ведущий Владимир Зайцев. Все мы хорошо знаем, что есть такое заболевание хронический тензелит. Все мы прекрасно слышали о том, что есть такое заболевание, как ангина. И сегодня мы будем говорить именно об этих заболеваниях, будем их разбирать и понимать, как правильно лечить хронический тензелит и что с этим делать. Я хочу представить сегодняшних наших экспертов. Врач-организатор здравоохранения Архимандрит Александр Глоба. И врач от Ирины Ларинголог 2-й категории Тарасенко Алифтина Анатольевна. Здравствуйте. И мой первый сегодняшний вопрос вам, Алифтина Анатольевна. Вот хронический тензелит – это действительно серьезное заболевание, которое требует такого вот сегодняшнего нашего внимания, или это заболевание, которое можно лечить дома самостоятельно, не прибегая к помощи врачей? Хронический тензелит – существует убеждение, что является социальной уже болезнью. Мы живем в мегаполисе, где мы не соблюдаем как минимум режим питания, качество питания, и это все влияет на наше состояние иммунной системы. Хронический тензелит и ангина – это одно и то же заболевание, или эти заболевания чем-то отличаются друг от друга? Ангина – это острое состояние, инфекционное. А хронический тензелит – это когда уже произошло рецидивы ангин, то есть обострение ангин, которые приобрели хронизацию процесса. Но тензелит – это такое состояние, которое нужно лечить обязательно в условиях поликлиники, медицинского центра, или это заболевание, когда сходил в аптеку, аптекарь назначил какие-то таблетки, рассосал их, пролечился, и на этом все закончилось. То есть вы что можете сказать? Зачастую пациенты лечатся дома, как они сами хотят, но это только в условиях поликлиники нужно лечить состояние, потому что есть серьезные осложнения при этом заболевания, такие как паратензелярный абсцесс, другими словами, это гнойник в миндалине, который требует вскрытия врачом. Пациент должен всегда наблюдаться у врача-лечащего, как минимум это терапевт, лоро-врач, педиатр, и в экстренных случаях производится госпитализация в лоро-отделении для дальнейшей тактики ведения. Понятно. То есть если развивается ангина, ее нужно обязательно качественно пролечить, и если возникают признаки хронического тензелита, или обострение хронического тензелита, также этим заболеванием должен заниматься лоро-врач в поликлинике либо в медицинском центре. Обязательно. Хорошо. У меня к вам вопрос, отец Александр. Скажите, пожалуйста, ну вот многие из нас посещают церковь, и развивается острое инфекционное заболевание, такое как ангина. Вот в этом состоянии, как вы считаете, можно ли посещать церковь, и нужно ли, какие риски, потому что все-таки не один человек находится в церковь, что вы можете сказать? Человек, который приходит в храм Божий, он, ну, прежде всего, должен сам знать и чувствовать свое состояние. Если у него температура, боли, он испытывает дискомфорт, головокружение, может быть, ломота в различных частях тела, то, естественно, не нужно насиловать себя, а полечиться дома. Прийти уже в храм, когда это состояние пролечили врачи специализированные. Летина Анатольевна, пожалуйста, расскажите поподробнее о принципах и о подходах к лечению хронического тензилита. Подход комплексный. Он состоит из нескольких этапов. Первое. Мы должны провести санацию небных миндалин. Второе. Антисептическое воздействие. Оно может быть как ультразвуковое орошение хлоргексидином небных миндалин из задней стенки, орошение антисептиком на лоркомбайне, смазывание самих небных миндалин. И в заключении проводится физиотерапевтическое лечение. С какого возраста, как правило, пациенты могут обращаться за помощью по данной методике? Вообще, зачастую, положено с 9 лет. Но если ребенок позволяет, он адекватный, он спокойный, хорошо открывает рот, снижен рвотный рефлекс, то можно и в 6-7 лет. Но это достаточно редко, в основном более старше. С раннего школьного возраста уже можно детей приводить на промывание небных миндалин. Дорогие друзья, я предлагаю вам посмотреть сейчас сюжет о том, как правильно лечить хронический тензилит. Неприятные ощущения в горле, запах изо рта, головная боль. Все это далеко не полный список симптомов хронического тензилита. И все, кто сталкивался с этим диагнозом, в курсе, насколько болезнь неприятная. Хотя вылечить ее можно. Наиболее успешным лечение будет, если подходить к вопросу комплексным. В основе промывание небных миндалин с помощью доработанной насадки аппарата Тензилор. Эта насадка менее всего травмирует лакуны миндалин при их промывании. Сам прибор, который присасывается к самим миндалинам, убирает продукты жизнедеятельности бактерий, которые там находятся. Процедуру делают под местным наркозом, поэтому ее без проблем переносят даже маленькие дети. Кстати, самое неприятное уже позади. Никакого дискомфорта пациент больше не испытает. Полость рта врач при помощи ультразвукового наконечника Тензилора орошает антисептиком. Это необходимо для того, чтобы снять воспалительный процесс, и болезнетворные микроорганизмы не проникали в сами миндалины. В продолжении процедуры небные миндалины смазывают раствором люголя, сильного антисептика. После сеанс лазеротерапевтического воздействия. Лечение Тензилита лазером специалисты признают крайне эффективным. Снимается отек и воспаление. Благодаря сеансам виброакустической терапии улучшается питательная функция миндалин. Следующий этап – ультрафиолетовое облучение. Пожалуйста, возьмите в ручки. Процедура УФО или ультрафиолетового облучения всем знакома с детством. Длится всего в минуту, но эффект продолжительный. Все процедуры друг другу не противоречат, выполняются за один раз. Прием у врача длится не более 15 минут. По возможности после процедур мы рекомендуем в течение 40 минут часа не кушать. И, конечно же, активно-активно использовать в домашнем лечении антисептические препараты для полоскания глотки. Чтобы избавиться от хронического Тензилита, сеансов должно быть минимум 5, а лучше 10. После полного курса способность к самоочищению миндалин восстанавливается, и самочувствие пациента улучшается. Комплексное лечение специалисты советуют проводить несколько раз в год. Тогда об ангинах можно будет забыть. Дорогие друзья, я напоминаю, что у нас есть звонки в студию, и вы также можете позвонить к нам в студию и задать ваш вопрос. Пожалуйста, мы слушаем ваш звонок. Алло. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я из Москвы. Хотела бы задать вам вот какой вопрос. У меня хронический Тензилит с рождения. Сейчас 20 недель беременности я сдавала анализы, и вот, к сожалению, мазок из зевы и носа показал наличие спосилокока. Я очень боюсь, что заражу плод своего малыша. Подскажите мне, пожалуйста, что делать, как будет в такой ситуации. Спасибо большое за ваш вопрос. Но мы этот вопрос адресуем нашему доктору. Как мы знаем, у беременных всегда происходит немножко снижение иммунитета. Конечно. Поэтому зачастую высеивается в мазках стафилокок. Да, у него есть разные границы. Для этого нужно смотреть анализы. Он может быть как в пределах нормы, как носительства, так и пагубно влиять на плод. Чтобы этого не произошло, нужно посетить лор-врача. Раз. Второе. Провести консервативное лечение тензелита профилактическое. Как минимум провести промывание миндалин. В зависимости от выраженности рвотного рефлекса способом, либо шприцевым, либо вакуумным на аппарате тензелор. Но физиотерапия в ее положении уже не показана. И, наверное, нужно посмотреть, какая концентрация текущая микрофлоры. Обязательно. И принять правильное решение. А что является критерием, когда мы можем закончить курс лечения хронического тензелита? Вот вакуумным промыванием. Во-первых, врач смотрит, вымываются, не вымываются козиозные массы, пробки по-другому для пациента. А во-вторых, после курса консервативного промывания, где-то недельки через две, когда мы уже заканчиваем и прием лекарств, и промывание, берется повторный мазок на тощак утром у пациента. Понятно. Спасибо большое. И у нас есть еще один вопрос в студии. Надежда, пожалуйста, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к отцу Александру. Мне хотелось бы узнать, накануне причастия, вот будучи больной тензелитом, могу ли я дома проводить предписанные врачом процедуры, ну, очистительные процедуры? Спасибо за вопрос. Все. Действительно, перед тем, как причаститься, бывают особые назначения, бывают особые процедуры, которые пациент может делать в домашних условиях. Поэтому, если таковые процедуры имеются, то, естественно, человек их проводит дома, так же, как чистит зубы, полоскает рот. Дело в том, что человек не глотает антисептики раствора, не глотает те препараты, которыми он проводит полоскание. Поэтому здесь нарушения канона нет никакого. И человек, который нуждается в таких процедурах и в подобных, конечно же, допускается к святому причастию, если выполняется такая вот духовная подготовка, вычислить на молитвы, такой вот нормативного запрета не существует. Спасибо большое. И у нас есть герой в нашей студии, это Александр и Дмитрий. К нам пришли вдвоем, и папа, и сын. И я хочу спросить у вас, Дмитрий, в первую очередь, как у родителя, действительно ли это заболевание так измучило вашего ребенка? Расскажите нам, пожалуйста, об этом поподробнее. Ну да, действительно, очень неприятное состояние у Саши. Он часто в детстве болел, постоянно насморк. Часто был такой кашель, долгий затяжной кашель, что называется. И он хоть и отсмаркивается, но все равно что-то в горло попадает. Начинает болеть горло. Лечили по-разному, пытались по-разному, разными методиками. Но видно, что тяжелое было состояние, да, мучается, действительно. Да, ну вот он сейчас сам расскажет. Меня зовут Александр, мне 21 год. Да, действительно, у меня болит очень горло. Болит оно только зимой. И постоянно образуется гной рядом с горлом. И мне постоянно приходится, когда я кашляю, мне приходится, ну, как бы, отсмаркивать, потому что из носа идет. А ангина у Вас как часто? Один раз в год, два раза в год? Ангина у меня бывает несколько раз в год. Несколько раз в год? Да. Понятно. Ну, Вы лечились в поликлинике в районной, лечились самостоятельно. Вот первые шаги Ваши какие были? Ну, началось все с того, что сначала в детстве мне врачи смазывали керосином пробки. Но потом, когда я подрос, я перешел на другие способы лечения. Понятно. Ну, и Вы нашли, так сказать, выход из этой ситуации? Или Вы как-то вот, Вас это заболевание вымучивает, что называется? Да. С одной стороны, я лечусь. Какое-то время мне помогает это, но через определенный период времени мне опять приходится заново начинать лечиться. Я хочу спросить у Вас, Александра Анатольевна. Вот почему-то керосина, особенно авиационный керосин, я понимаю Ваш смех, Вы извините, мы коллеги, но я не могу не спросить. Но действительно ли, вот особенно бабушки наши пытались нам намазать горло керосином? Правильно ли это? Или это заблуждение? И почему вообще, откуда такая идея взялась смазывание керосином горло? Нет, это заблуждение. А заблуждение в чем заключается? Заблуждение заключается в том, что керосин, он в себе содержит такой подсушивающий элемент. И когда смазывали, тем самым пытались уменьшить отек. Но керосин очень раздражает, может нанести ожог горло, который приведет к этой хронизации процесса. Можно сказать, что керосин это раствор, который обладает канцерогенным действием. Канцерогенные действия это раствор, который может спровоцировать рак. И рак, и именно небных миндалин. Поэтому, пожалуйста, ни в коем случае не используйте керосин в вашей практике. Это поверье, на самом деле, идет из деревень, из изб. Ну что есть в избе? Есть хозяйственное мыло, есть керосин, есть, наверное, соль, сода. Но вот если к соли и соде еще можно относиться положительно, но керосин, как канцерогенный препарат, ни в коем случае не должен использоваться ни в вашей домашней аптечке, ни в вашей практике. Александр, я хочу спросить у вас, вот в каком состоянии ваше сейчас горло? Расскажите, пожалуйста. С сентября все хорошо, и в этом мне помогла Алевтина Анатольевна. Понятно. Алевтина Анатольевна, ну расскажите нам, пожалуйста, в чем заключалась помощь? Ваша что? В чем вообще заключается методика лечения? В чем его правильность? Как нужно правильно поступать доктору при лечении хронического танзелита? Во-первых, мы сейчас обследуем пациента. Во-вторых, проводим комплексное лечение. Комплексное лечение можно проводить как промывание миндалин. Сейчас шприцевое промывание миндалин ушло на задний план. Им нельзя так настолько эффективно промыть. Мы используем вакуум-дренаж миндалин. У нас есть вопрос у Любы. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к отцу Александру. Вот мне подруга рассказывала, что у нее в детстве был хронический танзелит. И мама ее вылечила, переведя на вегетарианство. Теперь у меня, у моей племянницы такая же проблема. И вот я хочу вас спросить, правильно ли будет посоветовать моему брату тот же способ лечения? Спасибо за вопрос. Знаете, иногда возникает вопрос, почему один гвоздь забиваешь, он гнется, а другой не гнется. Казалось бы, взяли из одной пачки. Поэтому однозначного совета нельзя издать. Ну, вегетарианство, наверное, помогло из-за того, что была умеренность в пище во всем. Если человек употребляет в своей жизни умеренность, это уже является особым лечебным свойством диеты. Если человек постится, молится, надеется на милость Божию, соблюдает основные правила гигиены, личной гигиены. Здесь же главное и санация полосы рта, и зубов, и вот несоприкосновение с источниками инфекции. И повышение собственного такого иммунного статуса. То есть здесь очень много факторов. Нельзя всех под одну гребенку гребсти. Причем вегетарианство, оно как диетическое предписание, оно может иметь место. Но как образ жизни нет. Церковь это не одобряет. У нас есть вопрос у Павла. Пожалуйста, Павел, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте. Отец Александр, у меня такой вопрос. Вот врачи советуют для профилактики и при лечении тензелита употреблять подогретые пищи, напитки. А вот как насчет святой воды? Можно ее подогревать? Интересный вопрос. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Если комнатная температура, обычно вода у нас хранится в комнате, если комнатная температура воды некомфортна для принятия, то ее можно и подогреть. Ну, а вообще, если ее употреблять при комнатной температуре, просфорочку заедать, запивать этой водой, то, в принципе, противопоказаний никаких нету для того, чтобы она была обычной. Но если есть необходимость, вам комфортнее так, можете подогреть. У нас есть еще один прямой звонок. Пожалуйста, спрашивайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Я из Оренбурга. И такой вопрос. Моему ребенку, мальчику, 10 лет, но он очень любит мороженое. И при этом у него хронический тензелит. Вот если я хотя бы изредка буду давать ему мороженое, это как-то негативно в дальнейшем отразится на его здоровье? Ну, наверное, этот вопрос стоит тоже адресовать вам, Мария Анатольевна. Есть такое даже бытует мнение или поверье, что мы холодным или мороженым будем истреблять это заболевание? Насколько это правильно? Нет. На самом деле на холод реагирует в основном задняя стенка. Хронический фаренгит – это раз. Во-вторых, если давать умеренно мороженое ребенку, чтобы он его ни кусками не глотал, то почему бы нет? Все должно быть, как нам сказали, умеренно. И, наверное, стоит сказать про периоды обострения и про периоды ремиссии. В период обострения ни в коем случае давать нельзя. Только в период ремиссии, когда ребенок здоров, весел, активен, когда ничего не предвещает и нет никаких признаков острого эспираторного заболевания. Я хотел бы рассказать еще о том, что есть такая скандинавская методика. Коля, наша героина сегодня задала на такой вопрос. В скандинавских странах, где, как мы знаем, довольно холодно, в морозилке всегда есть брикет, когда в силиконовые формочки заливают сок. Как правило, это сок цитрусовый. Он замерзает. И если ребенок начинает чувствовать, что у него першит или заболевает горло, он сам самостоятельно открывает холодильник, открывает морозилку, достает кусочек льда и рассасывает. В чем прелесть? То, что кусочек этот маленький, то, что это не какая-то большая глыба льда. И второе, это цитрусовый эффект, потому что цитрусовые антисептики, они вполне эффективны и полезны. И таким образом действительно происходит закаливание нашего горла. Поэтому во всем должна быть умеренность, должна быть правильная доза, и тогда все будет в полном порядке. Следующий вопрос хотел задать наш сегодняшний герой. Пожалуйста, Александр, что вы хотели спросить? Да, отец Александр, я хотел спросить, вот, а можно ли при хроническом тензилите окунаться в святой источник? Спасибо за вопрос. Ну, действительно, здесь должна быть разумная мера того, что ты хочешь получить. Вообще, очень часто бывают такие поразительные случаи и парадоксы, когда человек, казалось бы, болеет сильнейшими воспалительными заболеваниями. И, вопреки всем предписаниям врачам, идет окунаться в источник и получает от Бога исцеление. Но это вопрос веры. Здесь же мы должны руководствоваться здравым смыслом. Если нет температуры, если нет обострения, состояние удовлетворительное, можно после того, как окунулся в источник, сразу насухо вытереться, переодеть одежду или одеть сухую, теплую одежду. То, конечно, здесь противопоказаний нет, потому что и температура источника, она очень часто колеблется от 7 до 12-13 градусов. В нем многое и долгое не сможешь находиться. Это уникальное такое вот лечебное и целительное свойство источника. Ну и сами предписания медицинские, они также рекомендуют людям заниматься обтираниями, обливаниями для того, чтобы иммунитет человека стимулировать. Так вот, источник, он может войти и в эту систему рекомендаций, которые для человека будут иметь и физический, реальный эффект. И получить человек по вере своей, конечно же, исцеление может даже после окунания в источник. И много очень существует примеров, живых примеров, когда люди, казалось бы, имеющие хронические заболевания после поездки по святым местам, по источникам, когда окунались, получали исцеление, и больше эти заболевания их не беспокоили. Большое спасибо за ваш ответ. Уважаемые зрители, вы можете звонить в нашу студию и задавать нам ваши вопросы. А у нас есть вопрос в студии. Аида, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У мужа моего хронический танзелит. Все мегаментозные способы не помогают. И мнение врачей разделилось. Ему уже за 40. И вопрос, делать операцию или нет? Очень хороший вопрос. Как бы вы порекомендовали в этом случае? Александра Анатольевна, этот вопрос мучает буквально каждого пациента. Нужно всегда начинать с консервативного лечения. Обследование, консервативное лечение и только потом принятие вопроса об операции. Понятно. Должны же быть какие-то сроки. Если, допустим, эффект от лечения держится полгода, год, два года, то навряд ли стоит говорить о хирургической операции. Да. И наверняка так, что если эффект от консервативного лечения краткосрочный, то тогда уже можно задуматься о том, что необходимо миндалину удалить. Если это рецидивы ангин гнойных, да. Тянуть с этим не надо. Тянуть с этим не нужно. А, лейтенант Анатольевна, вот на сегодняшний день есть такое поверье, когда пациент обращается в поликлинику, и ему сразу говорят о том, что нужно удалять нёбные миндалины. Вот правильно ли это? К сожалению, с этим я сталкиваюсь практически каждый день. Каждый пациент, который приходит с неприятным запахом изо рта, с козвёздными пробками в миндальных, преимущественно врачи назначают операцию. Это связано с тем, что просто поликлиника не располагает той аппаратурой консервативного лечения, которое требуется пациенту, а располагает хирургическим. Мне кажется, что ещё и наплыв пациентов настолько велик, что даже если бы были все те аппараты, которые должны быть в каждом медицинском центре и в поликлинике, но наплыв настолько гигантский, что поликлиника не в состоянии обслужить и помочь всем пациентам. К сожалению, да. На каждую процедуру мы должны выделять примерно 30 минут. Да. Но это же неправильно, что недостаток времени, и все мы, так сказать, живые люди, и все мы хотим правильного, адекватного лечения. Поэтому, конечно, нужно стремиться, я так понимаю, к тому, что нужно пролечиться правильно, эффективно, в полном объёме и максимально сохранить наши нёбные миндалины. Да. А у меня есть вопрос вот от себя лично. Отец Александр, расскажите нам, пожалуйста, вот отношение церкви к хирургическим операциям. Мы сегодня об этом достаточно подробно говорили, когда нужно оперироваться уже стопроцентные показания. Что церковь об этом говорит? Ну, церковь об этом говорит прямо и открыто, и ясным доказательством этому является факт канонизации святителя Луки, архиепископа Крымского, воина Осенецкого, который при своём святительстве и врачебной деятельности написал целую книгу «Гнойные заболевания и лечение их хирургическим путём». Поэтому ответ здесь однозначный и при необходимости, если человеку необходимо сделать операцию, конечно же, необходимо прибегать к этим методам лечения, и церковь смотрит на это положительно и одобрительно. Мы знаем и сегодня очень много освященников, которые занимаются хирургической практикой, вполне успешные. Поэтому здесь необходим, опять-таки, здравый смысл. Если необходима операция, если её необходимо провести для того, чтобы продлить жизнь, улучшить качество, комфорт, то можно прибегать, взяв благословение от духовника, конечно, чтобы помолились, чтобы настроить себя на это действие. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, сегодня мы подробно осветили вопросы хронического танзелита, поняли, всё-таки, когда нужно нёбные миндалины удалять, а когда за них можно ещё бороться. И я благодарю сегодняшних наших экспертов. Это врач-отоларинголог Тарасенко Алифтина Анатольевна и архимандрита Александра Глобу. Это была программа «Здоровье души и тела» на телеканале «Спас». АПЛОДИСМЕНТЫ